Я достаточно быстро проговорил эту такую методическую часть. Собственно, в конце я хотел как раз показать то, что я вначале говорил, нашу новую некую методическую разработку и айтишную. Это простой их нет НСИ, наша система для введения этих данных по оборудованию, по техкартам, по дефектам. Если вы позволите, я могу запустить. Это такой живой экран будет. Давайте попробуем сейчас посмотреть вот этот экран. Соответственно, первый вопрос, до какого уровня описывать оборудование, как построить систему классов. Такая у нас рекомендация или как бы опыт сейчас в нашей системе. Есть понятие оборудование, системы, узлы, детали, материалы. То вот решение, которое мы сейчас используем для описания оборудования техкарт-дефектов, позволяет создать любую систему классификации, то есть описать оборудование до любого уровня, то, что я вначале сказал, до болтов и гаек путем таких типовых объектов. Соответственно, оборудование, системы, узлы, детали, материалы. То есть, опять-таки, с точки зрения методологии введения данных, есть уровни, которые должны быть определены на этапе подготовки к проекту. Но мы сейчас дошли до крайности. То есть, мы можем описать до уровня отдельных деталей, из чего состоит оборудование, до валов, подшипников. Для того, чтобы на этапе создания тех самых карточек объектов, паспортов, техкарт и типовых дефектов мы оперировали одинаковыми понятиями оборудования, системы оборудования. То есть, система – это некая сборка узлов, выполняющая определенную функцию, и деталей. Дальше, что я хотел показать, опять-таки, с точки зрения НСИшника и человека, который в этих проектах провел 15 лет, рекомендации наши, которые использованы в нашей системе, это описание стандартных элементов в виде действий. Сейчас в нашем приложении можно описать, какие единичные операции выполняются с этими узлами. Тут такой нетривиальный интерфейс, он для технических специалистов сделан пока что. То есть, с нашими узлами, которые входят в состав объектов, можно выполнять, видно, да? То есть, некие стандартные, как мы говорим, единичные операции. Демонтаж-монтаж, балансировка, калибровка. Соответственно, выбирая какой-то элемент в своем справочнике, вал, да? Валы же есть у всех в хозяйстве. Соответственно, у всех валов есть такие стандартные признаки, которые позволяют манифицировать действия, да? Монтаж-демонтаж, балансировка и прочее. Понятно, да? Это идея. То, чего сейчас, ну, и у вас, и у многих там коллег, не сделано. То есть, не проведена манификация самих составляющих узлов и их действий по ремонту. Соответственно, ну, я кратко покажу, потому что система такая живая, она очень тяжелая, потому что это реальные данные. Что происходит с точки зрения описания оборудования, там, типа дымосос. Он состоит из, понятно, набора узлов, деталей и материалов, масла, смазки и прочие вещи, это материалы. С точки зрения нормирования техкарты, то, что мы сейчас вот используем, если правильно описана сама структура операции, помните, я вначале говорил про МСИшник как человека, который делает шаблон. То есть, вы как МСИшник, как человек, делающий шаблон, заранее описал вот эти вот стандартные элементы конструкции оборудования, стандартные операции. И в текущих наших проектах задача наша, как разработчиков нормативов, это найти норму времени на операцию, ну, и написать некую инструкцию для механиков, как это делать. Но сама форма техкарты, есть такое понятие, она называется на модельный ряд. То есть, все дымососы, которые у вас будут на предприятии, будут лежать в одной таблице, то есть, иметь одинаковые наборы параметров, и, соответственно, сама форма техкарты будет унифицирована. Валы бывают большие и малые. Значит, валы дымососа. Здесь идея какая? Разделение состава операции с левой стороны происходит с самой цифрой. Замена вала на дымососе ДН-24, который весит, ну, тут не проставлено, сколько там, 800 килограмм, это 4,7 человека-часов. Для дымососа, который будет, там, маленький, демонтаж будет меньше. То есть, все значения привязаны к модели. Здесь, вот если посмотреть, здесь значение именно этого цифры, да, оно стоит на модели. А состав операции унифицирован на целый класс. Подспорья для этапа нормализации данных. Ну, собственно, да, последняя тема. Нормирование ТНЦ происходит тоже в разрезе этих моделей по типовым нормам времени, которые мы сейчас делаем на, собственно, на каждый класс оборудований. То есть, есть перечень ТНЦ, которые используются при определенных видах ремонтов. И, соответственно, расход определяется моделью оборудования. И тем самым вы, как служба по нормированию, владеете информацией о базовых нормах расходов ТНЦ на этот вид оборудования. Это, что касается вот этого приложения, я просто, ну, как бы, не было задачи его показывать, но поскольку были вопросы относительно классификации оборудования, узлов и техкарт, я, в общем, показал, как это делаем мы сейчас. То есть, у нас процесс создания техкарты, он унифицирован и, соответственно, позволяет это сделать достаточно быстро на большое количество оборудования. То есть, это я показал некое решение по акселерации сбора данных, оборудованию по созданию типовых справочников на этапе сбора и поддержки данных от нашей компании. Хотел показать, как бы, преимущество использования единообразного подхода к формированию шаблонов на этапе массового сбора данных. То, что я сейчас показал, это, как бы, вот сейчас реальный проект, который мы выполняем. Здесь 55 цехов, одновременно создаются вот эти вот техкарты по всем этим объектам. Система позволяет реально там автоматизировать работу нормировщика, в частности, поиск там средних значений трудоемкости, расчет там по параметрам. КОНЕЦ